Приветствую вас, и частично вы сами ответили на свой вопрос, когда сказали, что хотите освободиться от негативных эмоций, негативных ощущений и от всего, собственно говоря, что вам мешает. И когда вы говорили о том, что вам мешает, вы назвали комплексы. Вы назвали комплексы, и эти комплексы определенно являются тем, что вас на данный момент беспокоит. То есть вы видите, воспринимаете свои комплексы как нечто, идущее на крикор вам, нечто идущее против вас и мешающее нормально вам существовать, мешающее нормально вам жить. Вот, от этих комплексов, и нужно избавляться в первую очередь. То есть, последовательно их определить, какие у вас комплексы, и каждый из комплексов по отдельности разбирать. Это будет правильным направлением работы в данном случае. Следующее, о чем мне хочется вам сказать. Это про желание. То есть, вы задаете вопрос, как понять, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно условиться сразу вот всем. А что мешает человеку понять, что ему нужно, чего он хочет и так далее. Что мешает человеку отвечать на этот вопрос. Давайте подумаем вместе, что мешает человеку отвечать на этот вопрос. Вообще говоря, обычно, обычно человек понимает, что он хочет и знает, чего он хочет. А что может его сбить с этой позиции. Что может помешать человеку понять, чего он хочет. Помешать могут желания других людей. Помешать могут навязанные приоритеты, навязанные мнения, навязанные требования. Для того, чтобы добиваться своих целей, для того, чтобы строить свою жизнь так, как нравится вам, так, как устраивает вас, так, как хотите вы. Нужно главное. И это главное заключается в построении цели, цели образования. Но, чтобы цели образовывались, нужно понимать, какие требования к вам определяются. Какие требования вы определяете к себе сами. Чего вы, собственно говоря, для себя хотите. И какие есть условия. Условия, в которых вы оказались. Далее идет процесс поиска средств. Ваших средств. Для осуществления цели. Для осуществления задач. Которые вы сами перед собой ставите. И когда речь заходит про задачи, в обязательном порядке, нужно сказать так. Что задачи – это достижение представления о требованиях. То есть у вас есть свои собственные представления о том, какие к вам предъявляются требования. И эти представления о требованиях. Нужно ставить, подвергаться. Если не анализы, то хотя бы критике. Чтобы все ненужное у вас отселилось и осталось только то, чего вы хотите. То есть для начала нужно освободиться от всего листья, от всего того, что вам навязывают другие люди, от мнения общества, от ожидания от вас и так далее. А дальше – понимать, собственно говоря, от чего вы хотите и искать оптимальные средства для достижения этого. Но вначале необходимо избавиться от блоков, которые вам мешают нормально чувствовать. Мои коллеги указали вам на то, что общими советами здесь не ограничиться. И они, к сожалению, правы. Дело в том, что если вам хочется, чтобы мы помогли вам, если вам хочется, чтобы мы как-то смогли реально изменить вашу ситуацию, то нужно конкретно с вами разбирать, что у вас произошло, конкретно с вами анализировать вашу жизненную ситуацию и, собственно говоря, убеждаться в том, какие проблемы стоят на этом пути, какие блоки у вас стоят на этом пути. Потому что то, что вы сами видите как проблема, может и не является проблемой, а вот то, что вы не видите, не замечаете в силу того, что вы находитесь в этой ситуации и не видите ее за страной, может быть очень даже важно. Но вы, еще раз повторяю, на этом внимание не заостряете. И таким образом вам нужно выбирать эксперта на нашем ресурсе и начинать с ним работать. Только так можно реально прийти к какому-то изменению, к какому-то результату в своей жизни и не тратить время впустую. Ну, а направление работы я вам, в принципе, забал, если вы считаете, что можете сами справиться с этим, то я желаю искренне удачи вам и надеюсь, что у вас получится это сделать. Если же вы не уверены, то лучше все-таки работать со специалистом в данном направлении. И тогда, я думаю, вы быстрее добьете своих результатов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.